Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Отработали скорость и грамотный подход к пострадавшим. В Волжском районе прошли тактико-специальные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. В Самаре открыли скульптуру, посвященную первому учителю. Где она появилась? Депутаты гордумы сняли открытки с елки желаний. Какие подарки попросили дети на Новый год? Команды выступили с приветствиями. В Самаре состоялся второй четверть финал детской лиги КВН. Песни, танцы, инструментальные номера. В Самаре состоялся традиционный фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в преддверии Дня юриста нагрозил работников и ветеранов отрасли. Торжественное событие состоялось во Дворце спорта имени Высоцкого. Глава региона подчеркнул, что важную роль в решении юридических задач играет Самарское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Оно действует с 2008 года и объединяет более 500 человек. Дмитрий Азаров поблагодарил специалистов в области права за высочайший профессионализм, самоотдачу, преданность своему призванию и верность традициям. Районные коммунальные службы подготовились к первому декабрьскому снегопаду. В эту пятницу с самого утра управляющие организации обеспечивают расчистку входных групп, подъездов, отмостков, тротуарных дорожек и дворовых проездов для комфортного передвижения гаража. Уборщики и специализированные машины районных муниципальных предприятий задействованы в работах на внутриквартальных проездах, неразграничных территориях, лестничных спусках. В условиях температурного перепада в ближайшие дни в приоритете противогололедная обработка тротуарных дорожек, лестничных спусков, выходов из подъездов. Также в преддверии новой рабочей недели в центре внимания обработка реагентами подходов к объектам социальной сферы – школам, детским садам, медицинским учреждениям. В одном из скверов Самары открыли новую скульптурную композицию. Ее посвятили первому учителю. Находясь рядом, можно на мгновение вернуться в прошлое и сесть за парту, вспомнить имя своего первого наставника. Новый мемориал увидела наша съемочная группа. Кажется, что имя своего первого учителя забыть невозможно. Оно с трепетом в сердце отзывается даже спустя много лет. Трудно представить, сколько сил, труда, души и терпения наставники вкладывают в каждого из своих подопечных, чтобы они из маленьких мальчишек и девчонок выросли в успешных, счастливых людей. Новая скульптурная композиция в одном из скверов Самары – это напоминание о роли первых учителей в жизни каждого жителя города. Наверняка каждый из нас, где-то глубоко в сердце, с особой нежностью, любовью, держит воспоминания о первом учителе. И вот эта скульптурная композиция позволит как раз прийти сюда, вернуться за парту, как тогда, в первый глаз, и вспомнить своего первого учителя. Профессия учителя – она самая главная. Самая главная после мамы, семьи, на первом месте идет учитель. Это бесспорно. Именно первый учитель. Скульптурная композиция «Первый учитель» – это собирательный образ. Образ не только наставника, но и класса, в котором ученики проводят немалую долю времени. Здесь и парта, и тетрадь, а также чернильница и перьевая ручка. Все мы смотрим на нее и видим, что это отсылка к прошлому. Мы видим парту. Таких парт нет уже у нас в здании сейчас. За эту парту можно присесть, сделать фотографию. Я думаю, что такая фотография в скором времени будет у каждого самарца. Помимо привычного нам образа, в скульптуре присутствует одна маленькая, но интересная деталь – бумажный самолетик. По задумке автора это напоминание о милом ребячестве учеников, которые сопровождают учителей на протяжении школьных лет. Мне казалось, что это подчеркнет достаточно живую атмосферу любого класса, любого урока. Всегда дети сохраняют в себе черты ребячества. Мне казалось, что это оригинально, и вроде бы это попало в точку. Такой подарок в завершении года педагога и наставника особенно оценили молодые специалисты, которые уже успели для кого-то стать первыми учителями. Активное обсуждение скульптура вызвало и у учеников педагогических классов, кто только планирует связать свою жизнь с преподаванием. Это очень приятно, то, что нас помнят, про нас знают. Это в первую очередь привлекает внимание также юных ребят, для того, чтобы они становились дальнейшими учителями. То есть это приятно. В первую очередь это очень приятно для меня лично, потому что этот год наш год, учительский. Мы, как будущие педагоги, пришли сюда, чтобы возложить цветы к памятнику учителя. Ведь учитель – это очень важная профессия в жизни каждого человека, который живет сейчас, есть или был так или иначе учитель. И этот человек очень важен для нас. Новая скульптурная композиция появилась в обновленном сквере на пересечении улиц Нововокзальной и Старозагора, рядом с Центром развития образования. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Его соперники кричали «Держи комара!». В Самаре на доме, где жил легендарный хоккеист и тренер Александр Георгиевич Комаров, открыли мемориальную доску в его честь. Торжественную церемонию приурочили к Всероссийскому дню хоккея. Спортсмен был в составе сборной СССР на ее первом и победном чемпионате мира и стоял у истоков самарского клуба СКА. Подробнее в нашем сюжете. Молодые и совсем юные самарские хоккеисты открывают памятную доску в честь Александра Георгиевича Комарова, легенды куйбышевского хоккея. Егор Торопов, защитник ЦСКА ВВС, накануне забил гол в матче, который самарская команда выиграла. Признается, что стать частью такой церемонии для него большая честь. Это очень важно, если учесть, что я коренной житель этого города, то очень приятно забивать и продолжать дело такого великого человека. Решение установить памятную доску на доме, где жил Александр Георгиевич, было принято еще летом. Благодаря помощи неравнодушных спонсоров удалось изготовить доску как раз к первому декабря, Всероссийскому дню хоккея. Хотелось бы обратиться к юному поколению, быть похожими, хотя бы немножко подражать таким людям, как Комаров Александр Георгиевич, которые бессмерно любили свою родину, любили свой любимый вид спорта и уважительно относились к нему. Александр Комаров стал важной частью советской хоккейной сборной на первом для нее чемпионате мира в Швеции в 1954 году. Тогда же сборная СССР стала впервые чемпионом мира. После завершения игровой карьеры он тренировал Куйбышевский СКА и пропагандировал такой хоккей, что на играх команды всегда был аншлаг. Самара должна знать и помнить своих героев, и мы поэтому, ветераны, благодарны всем, кто принял участие в организации и проведении вот этого мероприятия. На открытии доски собрались коллеги, друзья и хоккейные последователи Александра Комарова, которые, возложив цветы, вернутся на рядовые площадки, чтобы воспитывать новое поколение игроков-победителей. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. На территории Самарской области в Волжском районе прошли совместные тактико-специальные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Их проводят с целью повышения уровня профессионального мастерства. С места учения репортаж Светланы Тимофеевой. На место ДТП в Волжском районе области выехали почти все экстренные службы. Экипажи скорой помощи, пожарной безопасности и госавтоинспекции. Так начались совместные тактико-специальные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. По сценарию учений ВАЗовский автомобиль выбросил в кювет. На тот момент в салоне находились три человека. Чтобы медики смогли оказать им первую помощь, пришлось срезать крышу и дверцы машины. Задача этих учений – повышение профмастерства сотрудников экстренных служб в ликвидации последствий ДТП. А также сокращение времени прибытия на место аварии. От этого напрямую зависит жизнь пострадавших. Есть регламент – это в районе часа на дорожно-транспортное происшествие, которое находится на отдаленной территории. Но, к сожалению, это время очень трагично для людей, которые находятся у нас в беспомощном состоянии. Поэтому сотрудники полиции у нас уже прибывают в течение 20 минут, оказывают сразу первоначальную помощь, доврачебную. Каждый экипаж ДПС ГИБДД оснащен необходимыми средствами для оказания первой медицинской помощи. Для этого в служебных автомобилях находятся такие специальные укладки. Здесь находятся жгуты, здесь находится подушка изторонная, плюс бинты, марлевые повязки. По регламенту машина скорой помощи должна прибыть на место дорожно-транспортного происшествия в течение 20 минут. Очевидцам ДТП медики советуют не трогать пострадавших, а дождаться специалистов. Здесь главный принцип – не навреди. Я бы не советовал самим что-то предпринимать, потому что сначала должны в любом случае МЧС, то есть достать человека, посмотреть, осмотреть. Они в любом случае знают основы какие-то медицинские. А потом уже дождаться случаев скорой помощи, потому что специализированная помощь будет более квалифицирована, чем люди, которые просто мимо приезжали и, возможно, даже не знают, что с пациентом вообще происходит. Совместные тактико-специальные учения проводятся регулярно. На этот раз они проходили в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Волжский район области был выбран площадкой для тренировки не случайно. На его территории находятся 2500 километров дорог. Они кольцом обвивают Самару. И маршрут всех транспортных средств, которые едут в областной центр, так или иначе проходит через Волжский район. Поэтому риск совершения ДТП там велик. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. С 1 по 3 декабря в регионе госавтоинспекция проводит повсеместные проверки. Основная цель – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, а также выявление водителей, управляющих транспортом, в состоянии опьянения. Всех участников дорожного движения призывают к ответственному поведению на проезжей части. Депутаты городской думы приняли участие в акции «Елка желаний». Это традиционное событие перед Новым годом, когда парламентарии помогают Деду Морозу найти подарки для детей, которые нуждаются в особом внимании и заботе. В этом году депутаты поздравляют ребят из Донецкой и Луганской народных республик. Дети сейчас находятся в пунктах временного размещения. С чего начинается маленькое новогоднее чудо, увидела наша съемочная группа. Зимой депутаты городской думы примеряют на себя образ добрых волшебников и волшебниц, которые в силах сделать Новый год самым счастливым праздником для детей, нуждающихся в особой заботе и внимании. Декабрь начинается с «Елки желаний». С каждой ветки народные избранники снимают письма, которые пишут Деду Морозу юные самарцы. На самарской «Елке желаний» достался трюковой самокат, высота руля под 52 сантиметров. Будем искать и радовать детей. В этом году парламентарии решили устроить праздник ребятам из Донецкой и Луганской народных республик, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения в Самаре. Малыши хотят в подарок конструктор, кукол и мягкие игрушки. Подростки – новый спортинвентарь. 12-летний Влад попросил Деда Мороза подарить ему карту одного из спортивных магазинов. Пожелание с «Елки» снял депутат Вячеслав Звягинцев и пообещал исполнить мечту мальчика. «Я уверен, что выберет себе что-то для того, чтобы заниматься физической культурой и спортом. Может быть, это будет экипировка, может быть, это будут какие-то спортивные снаряды». «Елку желаний» устанавливают в Думе Самары уже в 17-й раз. Скоро новогодние деревья благотворительной акции украсят большинство учреждений города. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. Проводили осень с улыбкой и под оглушительные овации зрителей. В Самаре подвели итоги четвертьфинальной серии детского КВН. Кто вышел в следующий этап престижной игры и будет бороться за главный приз, расскажет Анатолий Головко. КВН в Самарской области традиционно вызывает большой интерес у зрителей, и, несомненно, является одной из главных достопримечательностей культурной жизни региона. Накануне в Самаре подвели итоги четвертьфинального этапа игр детской серии. 16 команд боролись за право пройти в следующий раунд и представили на суд жюри творческие номера в конкурсе приветствия. Вас приветствует команда Т-34! Привет! Руководитель команды «Пятница-13» Анна Матназарова ставит перед своими подопечными амбициозные цели – стать победителями регионального этапа и представлять наш регион на самом высоком уровне. Несмотря на волнение, которое коллектив испытывал перед выходом на большую сцену, ребята из 13-й школы сумели удивить жюри и прошли в полуфинал. Здесь, конечно же, мы хотим победить. Это наша мечта. Программа у нас яркая, энергичная, веселая, смешная. Я думаю, сегодня зрители порадуются наш. КВН не просто форма досуга, а самый настоящий творческий молодежный лифт, признается руководитель регионального движения клуба Сергей Ларионов. На игры детской серии приезжают не только самарские команды, но и коллективы из соседних областей. У нас уже играют и команды из разных городов. Сегодня у нас команда еще из Лугограда гость. Вот, поэтому им очень нравится здесь играть в такой телевизионной локации. Поэтому КВН в Самарской области очень сильный. Победитель системы юниор-лиг Самарской области будет представлять наш регион на международном фестивале детских команд КВН. Его планируют провести в сентябре 2024 года в Анапе. Анатолий Головко, Константин Головин. События. В Доме культуры «Заря» прошел фестиваль «Когда мои друзья со мной». Вот уже седьмой год этот праздник собирает лучшие творческие коллективы Самары. Подробнее расскажет Елена Чернявская. В программе музыкального фестиваля только лучшие номера и выступления артистов. «Когда мои друзья со мной» собрал национальные творческие коллективы немецкого, армянского, башкирского, мордовского, украинского, грузинского, азербайджанского национально-культурных центров, а также учащихся детских школ искусств Самары. Организатор фестиваля – муниципально-бюджетное учреждение Самары «Духовой оркестр» под управлением Марка Когана. Замечательная концертная программа, она посвящена дружбе народов, дружбе через искусство, через умение спеть свою музыку, знать свою культуру, знать свой язык. Все вокруг замечательные люди, а те, кто поет, играет и танцует, это дети уже вообще тронутые лучшим духом культуры, которая приводит к очень хорошим человеческим результатам. Изучение обычаев предков через культуру ведет к сохранению народных традиций и приобщению к ним детей. Ведь культурный код передается на таких вот праздниках. Они знакомят детей с народными традициями, обрядами, фольклором, разных народностей. А создание благоприятных и комфортных условий для общения созданы. Ежегодно мероприятие проводится при активной поддержке администрации Самары. Самое главное, задача этого мероприятия – объединять ребят. Ребят разных национальностей, ведь они поют песни разных народов, танцуют танцы. Великолепная музыка духового оркестра, как нельзя лучше, сплачивает их. И ребята понимают, что все они – часть одного большого многонационального народа нашей страны, нашей многонациональной Самары. Программа знакомит детей с искусством и культурой народов, населяющих Самарскую область, формирует эстетические вкусы подрастающего поколения. На основе традиционной народной культуры. Участвовать в фестивале приглашают воспитанников центров детского и народного творчества региона, участников художественной самодеятельности, национальных обществ, детских школ искусств и детских музыкальных школ, средних школ и, конечно, друзей. Я стараюсь всегда присутствовать на этом мероприятии, потому что уже седьмой год наш ансамбль «Ляйсян» участвует в этом мероприятии. Я прихожу сюда, чтобы увидеться со своими друзьями и послушать и посмотреть самые лучшие номера, которые ставят дети и подростки. Сегодняшний день очень значимый для нас. Это фестиваль «Когда мои друзья со мной». Это ежегодный фестивал такой, который укрепляет, воспитывает детей, молодежи нашего прекрасного Самарского края при поддержке города Самары, духовного оркестра и все национальные центры. У нас есть возможность очередной раз детей подняться на сцену и посмотреть на их блестящие глаза. И тепло, которое, несмотря на холод, отражается на всех. Развитие дружеских межнациональных отношений, сохранение национально-культурных традиций – вот те главные задачи, которые уже не первый год ставят перед собой организаторы. И, нужно сказать, с успехом их осуществляют. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. В Самарском дворце ветеранов состоялся концерт для людей с ограниченными возможностями. В преддверии Международного дня инвалидов проходит череда праздничных и просветительских встреч. Все детали у наших корреспондентов. Татьяна Кабаева всю жизнь проработала на шоколадной фабрике. На пенсии была вынуждена уйти по инвалидности, но не замкнулась в себе. Наоборот, стала вести активный образ жизни. Сегодня она, как и десятки других пожилых людей, гость Самарского дворца ветеранов. Конечно, важно для нас вот это прийти сюда, пообщаться. Мы уже теперь нигде не общаемся, нигде нас нет, а здесь нас приветствуют всегда. Всегда мы очень рады, нас здесь хорошо встречают. И мы рады здесь побывать, по присутствию, встретиться со своими знакомыми. Для людей, которых не сломали жизненные обстоятельства и проблемы со здоровьем, в Самарском дворце ветеранов прошел праздничный концерт. Выступали лучшие коллективы областного центра. Для нас очень важно, чтобы в этот день вот эти люди получили заряд бодрости, заряд хорошего настроения, замечательный концерт в исполнении лучших творческих коллективов нашего города. Конечно, подарки создали праздничное настроение нашим гостям и дали понять, что они важны, они нужны. И общество, наш город делает все возможное, чтобы сделать жизнь людей, особенных людей более насыщенной, яркой и позитивной. В преддверии Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, в областном центре проходит череда праздничных и просветительских мероприятий. Одной из площадок для таких встреч стал Самарский дворец ветеранов. Самарские команды по адаптивным видам спорта регулярно занимают призовые места на всероссийских соревнованиях. Особенно успешно люди, пережившие ампутацию, выступают в дисциплинах современного мячевого боя и кибератлетики. Тренирует пара спортсменов Дмитрий Курунов, который на своем опыте знает, как преодолеть страхи и сомнения из-за протеза. Подробнее в нашем сюжете. Мягкий мяч называется тембаром. Сделан обтянутой синтетической тканью внутри параллона. Несмотря на то, что у него круглый вид, круглый вид – это для безопасности. Эти мягкие мячи не наносят боли, но позволяют почувствовать себя настоящим воином. Дмитрий Курунов, сражаясь этими снарядами, стал чемпионом России среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2016 году он потерял часть ноги, занимаясь дайвингом, но еще в больнице решил, что будет продолжать заниматься спортом, несмотря на возможные сложности. Общаясь со знакомыми историческими реконструкторами, узнал о современном мячевом бое и приступил к тренировкам. Какой-то дух воина, именно еще воина, древнего воина, средневекового, когда попадает в руки меч, уже что-то поднимается с глубины сознания, и хочется им выполнить какое-то действие. То есть, может быть, приходит память предков, как они защищали нашу Родину. Потом очень хорошее это физическое, можно сказать. Среди его воспитанников неоднократные победители и призеры состязаний разного уровня. Все потому, что их наставник на своем примере показывает, как преодолевать сомнения и преграды. Во время боя, когда нужно уклониться от атаки и нанести свой удар, человек забывает о протезе и о своей боязни неправильно наступить или споткнуться. А во время тренировки можно пройти несколько километров, ведь именно шаги – главная часть реабилитации. Дмитрий Курунов не только сам активно занимается спортом, но также помогает и другим людям, пережившим ампутацию. В 2020 году он собрал команду по кибератлетике. Эта дисциплина учит правильно пользоваться протезами в обычных бытовых ситуациях. Также одной из важнейших задач в его работе стала реабилитация и адаптация ветеранов специальной военной операции, которые в результате тяжелых ранений потеряли конечности. Как отмечает Дмитрий, особенно важно оказать им психологическую поддержку. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре наградят лидеров в сфере туризма. Премию «Самарское гостеприимство-2023» вручат 7 декабря в отеле на Новосадовой-3. Традиционно отмечают лучшие отели, санатории, рестораны и туристические компании Самары. Начало мероприятия в 15 часов, информирует телеграм-канал городского департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары. В актовом зале администрации Красноглинского района прошло участвование семейных пар, которые прожили в браке более 50 лет. Юбилярам вручили памятные подарки от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и пожелали вечно хранить любовь, уважение и теплые чувства друг к другу, пишет телеграм-канал Красноглинского района. Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа проводит ежегодную акцию «Елка желаний», в рамках которой особенные дети от 3 до 12 лет напишут письма Деду Морозу. 4 декабря в 15 часов состоится торжественное открытие, где ребята на мастер-классе сделают новогодние открытки и развесят их на праздничной елке, после чего каждый желающий сможет воплотить в реальность детские мечты. Акция будет проходить с 4 по 26 декабря по адресу Самара, улица Урицкого, дом 14, сообщает телеграм-канал Железнодорожного района. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за актуальной повесткой на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассниках. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, хороших выходных! Субтитры создавал DimaTorzok